Олеся Фролова – член правления Раменской районной организации Всероссийского общества инвалидов. На протяжении 10 лет ведет активную работу по социализации людей с ограниченными физическими возможностями в обществе здоровых граждан. Трижды участвовала в премии губернатора нашей Подмосковьи и становилась ее лауреатом. В этом году награду третьей степени она получила за проект «Дети должны дружить». Вот в этом помещении, организации общества инвалидов, мы собирали детей, детей с особенностями развития и детей из обычных лагерей нашего района, детей без ограничений. И совместно для них проводили всевозможные занятия. Там и рисование у нас было, и лепка была, поездка в зоопарк, поездка в конный клуб. Ну, в общем, целый месяц у нас такой был полноценный лагерь, каждый день было какое-то новое занятие. Ну, для чего это нужно? Конечно, мы хотели, чтобы наши дети, вот, инвалиды, они лучше развивались, они имели возможность общаться, они имели возможность как бы находиться в социуме. Цель проекта – рассказать детям, что в мире есть не только здоровые люди, а также объяснить и показать на деле, что инвалид – это не приговор. Это такие же мальчишки и девчонки, с которыми можно и нужно гулять, играть и дружить. По словам Олеся, отношение прохожих к людям с ограниченными возможностями здоровья за последние годы изменилось в лучшую сторону. Развитие проекта «Доступная среда» делает свое дело. Инвалиды стали иметь возможность передвигаться по городу и даже за его пределы. Человек в коляске перестает вызывать у окружающих интересы и воспринимается так же, как и здоровый прохожий. Вы тоже, наверное, замечали, во многих магазинах есть пандусы. Я, конечно, не говорю, что у нас сделано все и все идеально. Нет. Но уже сдвиги видны, и уже, в общем-то, в городе жить можно человеку на коляске. Уже многое сделано. Вот мы сейчас очень активно разрабатываем такое направление, чтобы у нас делались все-таки пандусы не просто в социальные учреждения, в объекты торговли, культуры и прочее, но и в дома, где живут инвалиды. Потому что вот это такое самое важное. Как прийти, допустим, в магазин или в кинотеатр, когда ты не можешь выйти из дома? Ведь изначально нужно выйти из дома, правильно? И активно разведем такое туристическое направление. Но это не просто туризм в лес или к озеру. Это и путешествия для инвалидов. Вот мы в последнее время много делаем экскурсий. Уже недавно съездили в музей имени Пушкина, музей изобразительных искусств, и в храм Христа Спасителя. Сейчас уже планируется у нас поездка в Мосаквариум. И много-много других мест. И это тоже, понимаете, такая вещь, когда сам человек с инвалидностью бывает в новых местах. Ну потому что, согласитесь, тяжело на коляске куда-то выехать самостоятельно. А тут, в общем-то, организуется все. Общая группа автобуса. Привозим, увозим, собираем. В организации общества инвалидов состоит порядка 200 человек. Здесь им помогают найти себя и проявить в каком-нибудь деле. Кто-то находит себя в спорте, кто-то открывает талант художника. Вышивают, лепят, поют. Одним словом, живут полной жизнью. Возможно, даже более насыщенной, чем многие здоровые люди. В планах у Олеси еще много социально значимых проектов. Денежные средства выигранных премий она неизменно вкладывает в развитие новых идей. Цель, наверное, всей нашей работы, чтобы к людям с инвалидностью на коляске, скажем, относились так же, как мы относимся к человеку в очках. В лучшем случае мы вообще этого не замечаем, правда? В лучшем случае мы подумаем, идут очки или не идут, красивые, некрасивые. Коляска – это то же самое, по большому счету, правильно? Вот и нужно довести наше общество до такого состояния, чтобы мы уже и коляску перестали замечать. Ирина Зинченко и Сергей Григорьев для программы «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!